Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Владельцы земли, на которой стоит бывший колледж Талаб, на протяжении нескольких лет не могут поделить здание. Аким области Нурмухамбет Абдебеков встретился с выпускниками и студентами программы «Балашак». В музее изобразительных искусств проходит авторская фотовыставка «Даулета Абдрахманова. Красный след». Все представленные работы посвящены подвигу воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане. Владельцы земли, на которой стоит бывший колледж Талаб, на протяжении нескольких лет не могут поделить здание. Наследница земли Галия Куписпаева со своим сыном сегодня не смогла попасть в него, так как совладелец опечатал центральный вход. Там остались ученики, которые занимаются в общеобразовательных центрах. Мужчина разошелся настолько, что выставил вон и нашу съемочную группу, при этом угрожая различными инстанциями. Колледж Талаб прекратил свою работу около двух лет назад. По словам бывшего директора, знания в учебном заведении давались хорошие, но из-за этих судебных тяж, связанных с помещением, им пришлось прекратить свою работу. Но несмотря на это, сейчас там расположены разные репетиторские центры. Только вот второй совладелец колледжа этому препятствует. Сегодня даже им был опечатан центральный вход. Изначально нас было три учредителя. Два из них, не ставив известность нас, продали свои доли товарищества с ограниченной ответственностью Нурдала. Как земельная инспекция и органы юстиции зарегистрировали собственником этого помещения без земли, нового владельца остается вопросом. Ведь по закону здание продается только с землей, на которой расположен. Защитник женщины Татьяна Мицик о своих обращениях в различные инстанции говорит с возмущением. Добиться справедливости не удается. По ее словам, земля принадлежит только одному человеку, но зданием владеют трое. Совсем недавно суд решил, что помещение нужно поделить пополам. Раздел начался с порога. Но судьи не учли, что это против правил пожарной безопасности. А уж закрывать основной вход, тем более, ставит жизнь детей под угрозу. Когда Алшинбеков прекрасно знал, что в 2012 году показали, что то Нордала на момент только приобретения имущественных прав, оно не обладало правом собственности. И нотариус тоже показал, что согласно закону о регистрации, имущество без земли не делится и не регистрируется. И тем не менее, юстиция регистрирует. И согласно вот этой их справке, юстиция Нордала посчитала, что они собственники. А виновник всей этой шумихи, заставивший плакать детей и волноваться родителей, владелец здания при нашем появлении повел себя крайне грубо. Сначала запустил в помещение, а потом начал вызывать полицию. Якобы мы вторглись незаконно. Мужчина ругался, то и дело угрожал съемочной группе. Дать интервью отказался. Судебные исполнители говорят, что все в рамках закона. Единственный совет владельцу земли и обучающих центров – сделать еще одну дверь в другой части помещения. Стороны будут судиться дальше. Кто прав, кто виноват, определит Фемида. Аймам Ренажа, Сулам Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Аким области Нурмухаммед Абдебеков когда-то в 90-е годы оставил бизнес ради государственной службы. А об этих своих страницах жизни он поделился с выпускниками и студентами программы «Балашак». Глава региона призвал молодежь, обучающейся за рубежом, бросать вызов жизни и идти работать в государственные органы. Еще одним живым примером он назвал своего заместителя Ануара Ахмеджанова. Проблемы есть. Но может быть теми интереснее работают, когда есть вызовы, на которые надо отвечать. Десятки студентов и выпускников заграничных вузов приехали сегодня в областной Акимат, чтобы встретиться с главой региона. Многие из них считают, что личная встреча необходима. Они привезли с собой массу идей. Один из таких активистов, Олжа Сулейменов, обучался в Китае. Уроженец Шетского района, когда-то будучи школьником, поставил себе задачу прославить свой регион. Несмотря на свой возраст, 25 лет парень автор сочинения на китайском языке «Глобал Ситизин», который удостоился звания лучшего в ООН. Писатель вложил в это название смысл «человек мира», так как считает, что каждый казахстанец достоин такого звания. «Как один из великих политиков мировой политики сказал, каждый из нас должен задавать вопрос себе не то, что страна может сделать для нас, а что мы можем сделать для страны. Вы сказали, проблем немало, мы от души искренне болеем за наш регион, за нашу родину, за нашу родную землю, за Карагандинскую область». Булашаковцы были заинтересованы трудоустройством в нашей области. Многих волновало, какие перспективы их ждут здесь, ведь большинству выпускников поступают в предложения работы из соседних стран. На что глава региона ответил, что условия поступления на госслужбу равны для всех, то есть сначала нужно сдать тесты, а потом пройти собеседование. Устройство на государственную службу не дифференцирует людей. Ты по Булыша в программе закончил, сам учился, или там у нас же есть и другие программы. Заседание хоть и долгое, но плодотворное. Несколько выпускников смогли заявить о себе и поделиться идеями. В основном они касались бизнес-инвестиций из-за рубежа. Молодые рассказывали о своих заслугах и предлагали услуги как посредников, так и координаторов будущих проектов. Некоторые даже получили приглашение на работу от Акима области. К тому же чиновники задумались о проведении джоп-фая – ярмарки вакансий для остальных перспективных претендентов. Аймамрина Оржас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. За первое полугодие 2015 года департаментом государственных доходов по Карагандинской области было оказано почти 700 тысяч услуг физическим и юридическим лицам. На очередном заседании консультационного совета департамента, куда были приглашены представители различных сфер предпринимательства, решались актуальные вопросы сотрудничества в сфере налогового и таможенного законодательства. На этот раз главными на заседании стали вопросы проведения налоговых проверок, взыскания административных штрафов и оказания государственных услуг. На сегодняшний день проводится огромная большая работа по упрощению процедуры исполнения налоговых и таможенных обязательств, автоматизации процессов, автоматизации мероприятий по совершенству оказания налоговых и таможенных услуг. На сегодня 83% государственных услуг оказывается в электронном виде, что положительно сказывается на их качестве. По сравнению с прошлым годом количество государственных услуг выросло на 16%, но не уменьшаются административные правонарушения. За первое полугодие 2015 года органами государственных доходов возбуждено более 7 тысяч административных производств. Почти тысяча предпринимателей были оштрафованы, более 5 тысяч получили предупреждение. На консультативном совете искали с точки соприкосновения с предпринимателями и пути решения конфликтных вопросов. Сергей Высокосов, Айдвин Жакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В музее изобразительных искусств проходит авторская фотовыставка Даулета Абдрахманова «Красный след». Все представленные работы посвящены подвигу воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане. Фотовыставка представляет галерею современных портретов воинов-афганцев. На каждой фотографии присутствуют как бы два времени. Уже далекие 80-е и на их фоне наши дни. Два времени, но в них одна судьба. И у каждого героя своя. Служил в Афганистане в 1982 году по 1984 год. Служил в 311-м отдельном батальоне. Я являюсь сам медиком. Служил сам инструктором батальона. Сопровождал колонны. Продолжением фотовыставки является экспозиция документов. Среди них фотографии, альбомы, письма. Все из фондов Карагандинского областного архива. Цель мероприятия – это патриотическое воспитание молодежи. Плюс это оставить на долгую память заслуги воинов-интернационалистов. Выставка рассказывает о подвиге воинов-интернационалистов, их честно исполненном воинском долге, верности, присяге и искреннем солдатском братстве. Экспозицию можно увидеть в здании Музея изобразительных искусств до 3 августа. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. 15 июля коридор колебания курса тенге в Казахстане изменился. Теперь он должен быть в пределах от 170 до 198 тенге за 1 американский доллар. Как нововведение встретили в Караганде, смотрите в следующем материале. Представители карагандинского филиала Национального банка Казахстана продолжают следить за обменными пунктами в шахтерской столице. Дело в том, что со вчерашнего дня изменился коридор колебания курса американского доллара. Теперь он не должен превышать 198 тенге за 1 американский доллар. Несколько раз в день специалисты Национального банка в Караганде выезжают к обменным пунктам, чтобы проверить состояние, насколько они повышают стоимость покупки и продажи доллара. Пока сильных изменений не наблюдалось. Опыт работы в банковской системе показывает, что очередное повышение или расширение коридора абсолютно не будет никакого ажиотажного спроса со стороны и юридических, и физических лиц. Почему? Потому что необходима тогда дополнительная тенговая ликвидность. Как раз, как раз, вы это прекрасно знаете, что как раз сейчас Национальный банк, как регулятор, как орган, который проводит свою денежно-кредитную политику, заняты предоставлением дополнительной тенговой ликвидности. Но если все-таки произойдет нарушение и обменные пункты самовольно повысят стоимость продажи американского доллара, то финансовые организации могут отобрать лицензию на проведение операций. А если карагандинцы стали очевидцами обмана, представительство Национального банка в Караганде просит жителей звонить на горячие телефонные линии доверия и валютного контроля. Номера на ваших экранах. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. У казахстанцев в квитанциях за коммунальные услуги появится новая графа. Владельцы квартир должны будут перечислять в специальный фонд деньги на капитальный ремонт домов. Правительство Казахстана решило, что КСК будут открывать счет, куда жильцы ежемесячно должны перечислять определенную сумму. Высчитывается она в соответствии от квадратуры помещения. Это около полутора тысяч на однокомнатную квартиру, на двухкомнатную еще больше. С вопросом, как к этому относятся наши граждане и будут ли они платить по счетам, мы обратились к карагандинцам. Многие из опрошенных считают данную меру абсурдной. По словам жителей, наши КСК и так ничего не делают. А платить им вперед тем более опасно. Если вдруг председатель поменяется или служба КСК развалится, деньги никто не вернет. Если брать из расчета, что у нас нету КСК, а сборы будут производиться, конечно, поэтому создается впечатление, что будут уходить нецеленаправленно деньги. Поэтому, с одной стороны, я живу на пятом этаже, у меня текет крыша, мы делали ее за свой счет. Это так вот, выйти на воздух, так, две с половиной тысячи, да, кто поймает, тот и съел. Да. Отрицательно относимся, потому что это деньги уйдут в никуда. Это просто плата за воздух. Я оплачиваю коммунальные услуги то, чем я пользуюсь. А это с меня собираются ежемесячно брать конкретную сумму. Для меня лично две с половиной – это очень много. И я буду платить за то, не знаю за что. То ли мне эту крышу покроют, то ли нет. То ли мне что-то сделают, то ли нет. Это плата за воздух. Кто-то съездит на Канары. Продолжаем выпуск. Льготные кредиты для предпринимателей доступны. Работа по реализации второго и третьего транша из Национального фонда идет планомерно. Правительство Казахстана заинтересовано в помощи отечественным товаропроизводителям и будущим бизнесменам. С 2014 года Национальным фондом ДОМО было одобрено около 70 проектов на общую сумму около 9 миллиардов тенге. Из них 12 уже в текущем году. Все эти идеи были профинансированы на льготной основе под 14% годовых. Из них 7 будет погашать государство. Все это стало возможным благодаря республиканской поддержке малого и среднего бизнеса. По словам директора филиала фонда ДОМО Гульнар Хасеновой, людям, которые хотят начать свое дело, стоит лишь прийти к ним с идеей. Консультанты Центра поддержки помогут решить все нюансы. В правительственной программе предусматривается помощь и уже имеющимся предприятиям. Им обещают рефинансировать кредитную задолженность и дать налоговые послабления. Правда, помогать таким образом будут не все. В числе приоритетных отраслей переработка промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также разного рода услуг. Предприниматели должны знать, что до 50% от суммы кредита мы выдаем гарантии. От 50% для действующего бизнеса до 85% от суммы кредита для стартап-проектов фонд выдает свою гарантию от имени государства. И еще об одном. Департамент Комитета национальной безопасности нашей области отметил 23-летнюю годовщину образования органов. На сцене театра имени Сакена Сифулина пять отличников службы получили почетные грамоты от Акима области Нурмуханбета Абдебекова. Поздравления сменились праздничной программой. В зале Казахского драматического театра сегодня особенно оживленно. Мужчины в торжественных костюмах, женщины в нарядных платьях. Поддержать своих близких и поздравить с профессиональным праздником собрались родственники сотрудников Комитета национальной безопасности. Еще бы! Ведь на плечах последних огромная ответственность – охранять спокойствие страны. Их труд незрим, но очень самоотвержен. Каждый день они ведут невидимую борьбу за мир в Казахстане. Один из награжденных, подполковник в отставке, Александр Юшкин, свою карьеру начинал в Жесказгане. Отслужив много лет на благо Родины, Александр никогда не пожалел о выборе профессии. Даже на пенсии сидеть сложа руки не может – написал две книги. В этом году, к 73-ю Дня Победы, написал книгу о наших ветеранах, кто работал в управлении и кто воевал. Сейчас я его закончил книгу буквально неделю назад о казахском ханстве. Собравшихся поздравил Аким области Нурмухамбет Абдивеков. Из его рук получили почетные грамоты пять сотрудников. Что с задачами, поставленными президентом страны, сотрудники департамента с честью справятся. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в служебной деятельности во имя процветания в республике Казахстан. Также своих сотрудников поздравил руководитель департамента Кендыбай Адамбеков. Пожелав коллегам мудрости и отваги, он отметил важность и сложность их работы. Но тем не менее, пожелал, чтобы в следующем году награжденных было больше. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Солболинстар. Аман Солболинстар.